Сегодня 25 августа, мы отмечаем День российского кино и акция «Ночь кино» посвящена образовательному событию. Она проводится по всей Москве, в том числе и библиотекам. Мы выбрали комедию «За двумя зайцами». Не столько потому, что комедия сама по себе искрометная, пережила столько лет, и она все еще интересна, всем себя смотрит с удовольствием, но еще потому, что там играет потрясающий надающийся актер Олег Борисов. Олег Борисов, его интересная судьба, сначала о нем, потом немножко о фильме. Олег Борисов родился в Ивановской области, в Кривожской городе. В 29-м году родители были заняты сельском хозяйством. Олег Борисов, он преподавал, отец Ивановну, он даже подрабатывал в школьную воду трактористом. Потом семья уехала ненадолго в Московскую область, а войну они провели в Средней Азии, как многие, да, войну, да. А потом он приехал поступать в Москву после окончания войны, и интересно, что с какими-то приятелями он пытался поступить в институт и поступил в Востоковедение. Но самое интересное, что мама ему увлекалась смотреть на театр, и он был так или иначе знаком, естественно, вообще, в принципе, со спектаклями, с театрами. Ему было это очень интересно, но его все-таки остановился он на Мхате. Он так учил Мхат, учился в Мхате, поступил туда, и в 51-м году закончил. Но некоторые пытания интернет-вести говорят о том, что он не нашел себе работы в Мхате, и уехал в Киевский драматический театр, Русский драматический театр, Ингелеси Украины. А я сейчас как раз посмотрела, и его в нем учился, и успекает, Павел. Там много. И Рамко, и Рамко. Не учился, работали, да? У тебя там учился, работали, да. И он там проиграл Безмалову где-то до конца 50-го, 63-го года. Он играл на самом комедии на полях, но ему было Безмалову в 61-м году. Он, случайно, встретил режиссера Иванова, и снялся в как раз фильме «За двумя зайцами» об основе комедии, еще старинная комедия Ивана Нечуново-Левицкой, «На кожеля», как называется. А сценарист Михаил Сталинский переработал на комедии и поставил такой духи водевеля «За двумя зайцами». Тема вечная, погоня за богатой невестой, пытается решить свои правдивы, свирит голохластый Мухамиля. Вот он свирал свирит голохластого, цельника, который, пытаясь избавиться от кредиторов, да, попал эти самые кредиты свои, как-то решить проблему. Он решил верить на троне богатой невесте. На этом построил весь фильм, хотя он встречает там симпатичную трюшку и пытается начать ту и другую привести вокруг пальца. Но там дело в том, что этот фильм был снят на украинском языке, а потом дублировали на русском. Вот это самое, во-первых, там «Сужжи» такая, немножко акцент украинский остался. А во-вторых, термины там «шкворчать» еще, такой дух украинский. Ему потом Борис вспоминал многие годы, связанные с фильмом, с Украиной, с Киевом. Он потом, ну, отложился в его жизни, вот эта вот украинская такая вот ментальность. И после фильм был успешный, он выиграл государственные премии, и это актриса Марина Креницына, сыгравшая одну главную роль вот этой кроме, да, потом она в эпизодах уже больше снималась. Она тоже работала в Украинском комедийном театре, вот, но он был актером комедийным в основном, и там снимался в комедийных, работал в стектакле комедийными ролями. А потом его то ли западная культура, то ли министерство, пригласили в Польшу, в делегацию с этим фильмом, поехали в Польшу, а в театре были против. И когда он вернулся в театр, они под всякими ударенными предногами, в общем, его сподвинули к тому, что он уволился. И когда он уволился из театра, он приехал ненадолго в Москву и играл в театре Пушкина, а потом его пригласили к себе в постановку, в постановку БДТ, наиграть в постановку, и там тоже был Успехаев, и, кстати говоря, установил свое внимание как раз на Киевском театре, это и среда тоже, вот он и Лаврова пригласил Успехаева, да. Наташили тоже согласились не просто, он поначалу сыграл Ганечку в «Идиоте», да, в этом спектакле, а потом он по долгу ждал там в роли, но тем не менее он там около 20 лет сыграл в роли, да, и сыграл и Мерехова в «Тихом Тоне», и сыграл Генриха IV, и вот в «Идиоте» он сыграл, и, по-моему, «Карьера Артура Уи» Брехта, то есть, ну, репертуар был, конечно, уже не комедийный, а очень серьезный классический репертуар, русский, даруберный классический. Вот, эти установки, какие-то установки приглашенных дирижера, а потом все-таки, вот установка вообще, как там везде написано, он умеет себя, как все начальники большие, режиссеры, конечно, отношения складывались с гениальными актерами, непросто, но говорят, что в поселочке ли ушел, да, он потом ушел, пришел в Амхат Борисе, и уже такого рода вот ролей, мощный, большой, вроде бы как не было, но в Амхате он, тем не менее, сыграл острова, где одевали, это было очень важно. И в это же время где-то он в советской армии играет, прямо до конца своей жизни, роль Павла Первого, да, по роману Мережковского, если роман Мережковского, Павел Первый, это роль культовая, даже памятник существует, он там, роли Павла Первого, Мережковского, то есть, это прям его лицо, они действительно похожи с полом, особенно в старости. Вот, и здесь он, конечно, востребован, здесь он в Москве получает квартиру, живет здесь, вот, а жену со своим познакомился в Киеве и ухаживал за ней три года. Алла, Алла, я запомню твою фамилию, она была редактором телевидения, это его жена будущая, вот три года он за ней ухаживал, наконец-то мы говорим, да, кстати, его жену, и они 40 лет были в браке, хотя они оба были скорпионы. Но она, все говорят, что у него был горький, желчный характер, потому что он мощный актер, все говорят, что там, так сказать, у него аналитическая такая вот черта, да, прорабатывание в хождении, в руль сочеталась с такой вот необыкновенным каким-то жестом. И вот такой невротический характер, такой, ну, одоленный, как нервы все пишут, он сказался как раз в спектакле, который мне посчастливал в судьбе Дудин, поставил спектакль сначала на новой сцене в Питерском театре «Кровская», «Лев Дудин», да, а потом «Мамхатия» в 81-м году, филиале «Кровская» это было 30 лет назад, я его и посмотрела. «Кровская» был более Олегом Борисовым, я до сих пор помню, я не все помню спектакли какие-то смотрела, но это я помню. Там Татьяна Шостаков, она была на новой сцене, с ней представляла «Кровская» вот, это был такой монолог, он просто на всяческий спектакль, большой, очень большой. Ну вот, а потом он тяжело заболел, у него был инфориакоз, он тяжело болел, жена его поддерживает, сын у него был Юрий, вот, и отдельно совершенно таким особняком стоит его, ну, как вот, все равно это все. Он играл очень много в кино, причем какой-то, он сыграл в «Балтийском небе» положительные герои, да, там, причем это такая мизотическая, то запомнили именно поэтому. Он сыграл, недавно показывали, да, эти жалобные книги, вот, не да, он там молодой, красивый, необыкновенный, да, он потрясающий, конечно, актер, а потом Розахи пригласил на роль достоинства, и он решил, что это будет какая-то такая вот поверхностная тортовка роли достоинства, он отказался. А после того, как он отказался, его, как это у нас бывает, негласно вообще запретили снимать, да, как это бывает, так, никто это распоряжение не давал, но вот это, так сказать, присутствовало. И потом его взялся снимать от Рашидов, он сыграл у него параллельный планет, он сыграл у него «Остановитесь, поезд», он, Рашидов, большой режиссер, он привел его, и причем «Остановитесь, поезд» он сыграл, вот такой вот неслышленный для себя роль судьи, который прямо по человеческим головам идет, и он буквы «закон» ему важнее, чем «человеские судьи». Краха Менера Гарина, он сыграл, замечательно, черного, который в «Остановитесь», надежный, который, роль так, со знаком минус, хотя у него роли сенярка, значит, нельзя сказать, что он там злодей, но, в принципе, вот, роли были не отойдет, неположительные, да. Потом он сыграл «Проверку на дорогу предателя» Германа, то есть фильмы такие, постановленные списки, как фильмы были. А вообще, комедийные роли еще какие-то были в кино, комедийные роли, потому что, кроме этого, мало что вспоминается. Ну, какие-то дневники, это самое, учитель или нет, или нет, дневник учителя, директора школы, да, нет, комедийных, особенно он сыграл в фильме, один из последних фильмов, в фильме своего сына Левия, да. То есть, ты серьезно думаешь, как мой, господи, как он называется, мой бес, там, что-то, в общем, это в отношении Фаустом, Мефистофелем, такая полумистическая, нескучный бес, а, нескучный бес, да, в фильме сына своего, ну, вот, одна из последних ролей. И потом он пытался себя пробовать режиссу, и он обрезал свою интерпризу, и там он пытался, пиковую даму, по-моему, Пушкину поставил, Чехову поставил, пытался в этих интерпризисах, ну, естественно, такой большой актер не мог себе попробовать режиссу. Потом он тяжело болел, болел ей холикозом, долго болел, выходил прямо вплоть до 94-го года, он выходил на сцену, уже болен был, вот, но живые, с вами то, что Алина Скорпиона, они прожили 40 лет вместе, и все были на трудность его характера, да, на такую сложность, а жена, вот, не жаловалась совершенно, не приходили в быту был, вот, и после его смерти сын издал его дневники, книжки, не говорим о дневниках, но замерки, вот, такой большой актер. О фильме, я говорю, он сначала был правитель, потом был продублирован, ему дали прокатную судьбу, самую такую незавидную, там, да, какие-то степени, первая, третья, четвертая, и вдруг оказалось, что он настолько популярен, что он был продублирован этим же актером на русский язык и попал на большом праве. Вот, и до сих пор его крутят все время, постоянно, да, постоянно. Сколько бы раз не смотрели, все бы с удовольствием. Ну, как он и эту, Кроник Кококин. Ну, очень хорошо, конечно, у нас есть записи театра, записи постановокских постановок есть, и запись кропкой есть, ее можно посмотреть, то есть, слава тебе Господи, спасибо вам, конечно, можно посмотреть все, практически все. Вот, спасибо.